Сторона защиты вновь требует закрыть процесс. Адвокат настаивает. В СМИ историю освещают однобоко. Однако потерпевший Евгений Королёв никаких комментариев журналистам не даёт. Тем временем судья отклоняет ходатайство защиты. Качество, полнота, объективность, изучение входа в дело средств массовой информации относится к капитации данного состава суда. Таким образом, в настоящее время, основание для книги закрытых следовательствовало судную снафигу. К трибуне выходит свидетель Леонид Докалов. Вдруг потерпевшего вспомнил, что было ночью, после которой Евгений Королёв оказался на больничной койке с ушибом мозга. Мужчина уверяет, его избила жена. Леонид Докалов поддерживает друга. Говорит, что наблюдал за разборками супругов. Толкнулась, лопатой ударила по голове, уронила. Толкнулась, что тот упал. Но тут же Леонид признаётся, самого удара не видел. Слышал только пару глухих звуков. Да и остальные детали происшествия свидетель не помнит. Даже тот, где находился во время потасовки. По словам других свидетелей, он сидел в машине. Он говорит, что в момент вот этого конфликта вы с ним сидели в такси уже. Вполне вероятно. Я говорю, этот момент не помню. Просто не помню уже. Юлия Королёва уверена, так свидетель ведёт себя потому, что всё было по-другому. По её словам, это муж приехал к ней ночью с компанией друзей, начал оскорблять, а потом и бить. Я думаю, что когда всё это начало только развиваться, они на это не рассчитывали. Поэтому сейчас пошли разногласия в показаниях, даже тех, которые они когда-то давали ранее. Но я свои показания помню. Я помню, что я давала. Я могу их повторить, даже если меня ночью разбудить. Дальше выясняется, что на прошлом заседании неверные показания дала и врач. Оказалось, специалист из частной клиники лечила Евгения Королёва на дому. Но диагноз не ставила. Хотя ранее в суде звучало обратное. На самом деле данный человек не ставил мне диагноз изначально. Изначально при обращении в ГБ номер один, там не поставили диагноз. Затем уже, когда это назывался госпитализацией, мы обратились к этому человеку. Теперь суд должен разобраться и в документах, по которым проводились две судебно-медицинские экспертизы состояния здоровья Евгения Королёва. Предстоит выяснить, действительно ли он обращался в городскую больницу. Александра Поддубная, Сергей Шемет, Интера ТВ.